Снова здравствуйте. В этот раз я мучил, сначала я вас мучил до обеда, теперь буду мучить вас после обеда своими темами. На прошлом докладе людей было чуть больше, но это в принципе и хорошо, что здесь нас сейчас не очень много, потому что опять же я надеюсь, что мы сможем этот доклад провести больше в формате диалога. О чем собственно хочу поговорить сейчас? Хочу поговорить о сервисе в облаке Microsoft, который называется Azure Resource Manager и о том, как он помогает нам создавать инфраструктуру для нашего проекта, буквально там по щелчку пальцев. Давайте посмотрим собственно, какие раньше у нас были способы разворачивать в Azure нашу инфраструктуру. Был способ классический, он же назывался сервисная модель. Те, кто работают с Azure, я думаю, это помнят. Когда нам нужно было что-то сделать, мы вот какие-то отдельно сервисы себе создавали. Эти сервисы, они висели где-то вот, скажем так, в вакууме. И то, что эти сервисы как-то были связаны между собой, и по сути то, что эти сервисы нам были нужны для работы одного единого приложения, знал только тот, кто их создавал. Снаружи этого было вообще непонятно. Сейчас есть новая ресурсная модель, которая позволяет нам делать несколько, казалось бы, таких вроде простых, но все равно очень важных вещей. Во-первых, все эти ресурсы, которые мы создавали для работы нашего приложения, ресурсная модель позволяет объединить в ресурсную группу. То есть ресурсная группа – это как одна такая, скажем, логическая единица, которая позволяет собрать в себе все то, что нам нужно. Это раз. И второе, мы можем между этими ресурсами строить зависимости, что тоже чертовски важно. Я расскажу об этом более детально, но вот опять же посмотрите там, грубо говоря, на направление этих стрелочек. Допустим, у нас есть какой-то веб-эб, и мы говорим, что веб-эб сам по себе, он зависит от SQL-базы данных. То есть, скажем так, наш сайт без SQL-базы данных работать не будет. То же самое, что наш сайт не будет работать без сториджа. А наше мобильное приложение, оно, допустим, зависит только от SQL-базы данных. Кроме того, у нас может быть рядом еще сервис Application Insight, который зависит от веб-эб и мобайл-эб, потому что он с них собирает какую-то там телеметрию. И уже, когда мы смотрим на такую картинку, нам намного понятнее вообще, какая инфраструктура есть, что нужно для работы приложения, и как вообще все это происходит. Что из себя представляет вот эта вот пресловутая ресурсная группа, о которой говорили большевики? Ресурсная группа – это набор каких-то ресурсов, которые, что очень важно, разделяют какой-то единый жизненный цикл. Приведу вам пример. У нас есть группа ресурсов, например, там, продакшен. И мы говорим, что для работы продакшена нам нужно, допустим, там вот пять виртуалок вот в такой-то конфигурации. Отлично. Это наш продакшен, он в отдельной ресурсной группе. Дальше у нас есть вторая, допустим, ресурсная группа, которая называется там дему или qa или тест или еще как-то. Мы говорим, что в этой ресурсной группе у нас, по сути, находятся те же самые ресурсы. И когда мы принимаем решение о том, что мы хотим, допустим, там создать или удалить какое-то окружение, то мы это уже делаем не в контексте того, что удалить по очереди пять виртуалок. Или создать по очереди пять виртуалок. А мы либо же создаем ресурсную группу в целом, либо же удаляем ресурсную группу тоже в целом. Собственно, да, ресурсная группа может, конечно же, содержать множество ресурсов. Каждый ресурс в один момент времени может находиться только в одной ресурсной группе. Но в принципе это, скажем так, вполне логично, хотя ресурсы между ресурсными группами можно и переносить. Когда мы создаем ресурсную группу, то она хоть и создается в одном каком-то регионе, но это не означает, что все вот эти ваши ресурсы должны быть в этом же регионе. Это просто, скажем так, конфиги ресурсной группы, да, там какие-то метаданные будут находиться в одном дата-центре. Но если мы хотим построить там и вправду надежное какое-то решение, то мы должны его хостить минимум в двух дата-центрах для того, чтобы сделать какой-то, не знаю, там или дизастер рекавери, или же живую балансировку, или еще как-то. И мы можем спокойно ресурсы из разных дата-центров закидывать в одну ресурсную группу. Что нам это дает? Это дает нам на самом деле очень большие возможности делать какие-то повторяющиеся действия снова и снова. Вот когда мы описываем, что будет находиться внутри нашей ресурсной группы, мы это описываем в одном файле, который называется IRM-темплейт, то есть Azure Resource Manager-темплейт. Этот файл представляет из себя на самом деле JSON, ну такой как бы коротенько, там страничек на 40, но тем не менее. Я потом дальше покажу, что там у него находится внутри. Что здесь важно? Что этот темплейт может? Первое, он может нам прогарантировать идемпотентность нашего развертывания. Что такое идемпотентность развертывания? Кстати, кто знает, что это за термин идемпотентность? На всякий случай предупреждаю, это приличное слово. Кто-нибудь знает? Игорь знает? Ну я знаю, что Игорь знает. А кто-то кроме Игоря знает идемпотентность? Смотрите, основная идея в чем? У нас, как вы понимаете, не всегда есть возможность провести какую-то операцию вот именно так легко и просто, скажем так, в одну транзакцию. У нас часто бывает, что нам нужно провести какую-то одну операцию, которая, например, опять же в Azure создаст три виртуальные машины. И теперь вопрос следующий. Хорошо, вот я запустил какую-то команду. Она пыталась создать три виртуальных машины. Она создала две, а одна виртуальная машина не создалась. Упала с ошибкой. И я, соответственно, принимаю решение. Окей, я хочу повторить мою команду на создание тех же самых трех виртуальных машин. Идемпотентность говорит нам о том, что я могу повторять эту команду любое количество раз, и это все равно должно приводить к одинаковому результату. То есть если я команду создания трех виртуальных машин выполнил один раз, и она прошла успешно, потом я выполнил ее еще 10 раз подряд, она не должна создавать новые виртуалки. Она должна все равно проверять, что вот эти три создались, поэтому все хорошо. Если я, например, запустил первый раз, создалось только две виртуалки, третья упала, я могу запустить эту команду еще раз, первые две виртуалки останутся без изменений, он будет работать только над созданием третьей. И это на самом деле реально круто. Потому что когда мы раньше, как настоящие, скажем так, не знаю, там админы или не админы, назовите это как угодно, когда мы писали, допустим, какие-то скрипты по созданию нашей инфраструктуры, это вроде бы было тоже, скажем так, модно, молодежно и классно. Проблема была только в том, когда скрипт где-то посредине падает, и непонятно, кто потом будет отвечать за то, чтобы или вычистить то, что уже успело создастся, чтобы мы могли запустить снова, или же как бы давайте напихаем, там, не знаю, 20 вложенных ифов на каждом шаге, который проверит, а вот здесь точно все прошло хорошо, а может быть нужно пойти дальше, а может нет и так дальше. Это, в свою очередь, приводит к тому, что у нас очень сильно упрощается оркестрация наших ресурсов. У нас есть один этот шаблон, и мы можем этот шаблон разворачивать сколько угодно раз в одной ресурсной группе или в нескольких для того, чтобы создавать вот все новые и новые окружения по мере необходимости. Дальше, что еще важно, что это легко интегрировать в свой CI-CD pipeline. Кто присутствовал на докладе про Team Services и автоматизацию deploy с участием Azure Resource Manager? Раз, да? Два. Ну да, вот те, кто присутствовали, те как раз могли слышать уже о том, что это делать можно. Те, кто не присутствовали, вот, пожалуйста, как бы это здесь есть. Дальше. Что из себя представляют ARM-шаблоны? Как я уже говорил, это обычные текстовые файлы, которые, по сути, можно, как и любые исходники, чекинить в репозитории. Обычно, правда, это делается как? У нас есть отдельный репозиторий для исходников, отдельный репозиторий админам, где они держат скрипты, шаблоны и бла-бла-бла-бла-бла. Опять же, как бы админы тоже люди, да, поэтому они тоже хотят работать с гидовыми репозиториями. Ну, почему бы и нет? Почему мы должны им в этом отказывать? И с другой стороны, когда мы потом строим наш, допустим, там релиз-процесс, мы можем сказать, что вот с этого репозитория мы берем, допустим, код, билдим этот код, с этого репозитория мы берем темплейт и создаем нашу инфраструктуру, и потом то, что сбилдили, мы деплоим на то, что мы создали в формате инфраструктуры. Что еще есть здесь и что я покажу в дальнейшем, это тоже то, о чем я говорил. Мы можем указывать зависимости между ресурсами. Давайте возьмем какой-то такой простой пример. О, хороший пример SQL Azure. Знаете, что такое SQL Azure? Знаете? Окей. Значит, SQL Azure, когда мы создаем SQL Azure базу данных, мы не можем ее создать без SQL Azure сервера. То же самое, когда мы создаем, например, веб-эп, мы не можем создать веб-эп, не создав предварительно какой-то этот аппликейшн-план. Здесь мы можем указывать зависимости, и мы можем сказать, что, например, нам нужно создать веб-эп, но веб-эп зависит на аппликейшн-план. Также нам нужно создать, допустим, базу данных SQL Azure, которая зависит на SQL Azure сервер, и таким образом мы прогарантируем, что ресурсы будут созданы в нужной последовательности. Кроме того, еще один важный момент. Я думаю, все мы так или иначе могли быть причастными к написанию скриптов для развертывания нашей инфраструктуры в облаке или локально, не суть важна. В чем еще есть одна такая небольшая проблемка скриптов? Скрипт всегда выполняется последовательно. Если вам нужно создать 20 виртуальных машин, которые между собой вообще никак не связаны, вы уже потом их будете вместе конфигурировать на софтверном уровне, например, строя из них какой-то кластер. Но с точки зрения инфраструктуры они вообще между собой никак не связаны. То скрипт все равно все 20 машин будет вам создавать последовательно. Здесь же, когда мы говорим про эти темплейты, то сначала движок, который занимается созданием ресурсов, посмотрит на зависимости и потом попытается максимально распараллелить создание ваших ресурсов, что в том числе ускорит процесс развертывания. Ну и, конечно, для того, чтобы этими темплейтами управлять, у нас есть возможность задавать какие-то входные параметры и получать какие-то данные на выходе. Об этом мы тоже сейчас поговорим. Из чего, собственно, состоит сам темплейт, сам JSON-файл? Он состоит ровно из четырех секций, которые на самом деле очень простые и понятные. Первая секция — это параметры. Параметры — это то, что мы передаем снаружи, грубо говоря, как аргументы в наш метод. Мы передаем их снаружи, если мы хотим как-то там немножко изменить поведение этого темплейта. Что мы можем передавать снаружи? Ну, например, если мы деплоим какое-то приложение, мы можем снаружи передать имя приложения. Или если мы, допустим, используем те же веб-эпы, и мы используем один темплейт для создания тестового окружения и production окружения на веб-эпах, мы можем как input-параметр передать, например, название тарифного плана. Потому что для production было бы неплохо использовать стандартный тарифный план, который стоит довольно дорого, но гарантирует нам приличную производительность. А для тестового окружения нам бы вполне хватило, возможно, вообще даже бесплатного тарифного плана. И таким образом мы просто запуская один темплейт с разными аргументами, будем создавать отдельно dev, отдельно production среду. Дальше. Переменные. Вот здесь, опять же, скажем так, мы обсуждаем сегодня это весь день и с другими докладчиками, и с участниками конференции относительно того, насколько хороший нейминг у Microsoft. Но тем не менее, вот вариаблы, опять же, давайте, я надеюсь, что все вы там плюс-минус разработчики, или даже если не разработчики, то хотя бы как-то видели, что из себя представляет исходный код. Когда мы говорим про переменные, представьте, что у нас есть вот метод, и это то, что мы объявляем внутри метода. Вот переменные, которые внутри метода, которые с внешним миром, по сути, вообще никак не связаны. В чем вот основное отличие от параметров в плане использования? Там, грубо говоря, зачем параметры, зачем переменные? Приведу другой пример. У нас было такое, ну, как бы я стараюсь такое всегда использовать, использовать, что есть определенные нейминг-конвенции для создания окружений. Например, все ресурсы в ресурсной группе, которые относятся к девелоперскому окружению, имеют префикс dev. Все, которые к production, имеют префикс prod и так дальше. Это означает, что я могу в перемен, в параметры вот сюда загнать параметр, который будет называться имя environment, а потом создать тут сто пятьсот переменных, которые будут называться, например, имя веб-аппликейшена, имя базы данных, имя там бла-бла-бла-бла-бла, и уже опираясь на этот параметр, как префикс, сформировать все необходимые имена здесь. Ресурсы. Ну, здесь все просто. Мы описываем, собственно, что мы хотим создать. То есть все ресурсы, которые мы хотим создать в Azure, у нас идут в секции ресурсы. Ну, и outputs тоже понятно. Если мы вдруг хотим, чтобы template поработал, поработал, и что-то нам вернул, мы это можем указать в outputs. Дальше. Давайте посмотрим немножко на то, как это описывается. То, что я говорил, буквально на простых примерах. Например, секция параметра. Я говорю, что у меня есть параметр environment name. Это первый. Я говорю, что у него тип string, и я могу задавать какие-то небольшие правила валидации. Например, там минимальная длина 1, максимальная длина 10. Я могу сказать, что у меня есть, например, webfarm.sku. Это тарифный план для моей веб-фермы. У него тоже type string, но у него здесь, видите, я говорю, что разрешенными значениями является стандарт и премиум, а дефолтным значением является стандарт. Это тоже позволяет мне провалидировать мой юзер-инпут на то, чтобы пользователь вводил там плюс-минус максимально валидные данные с одной стороны. А с другой стороны, я потом покажу, есть еще ряд инструментов, которые позволяют мне, разных инструментов, которые позволяют мне деплоить эти темплейты. И если я их деплою через юзер-интерфейс, то юзер-интерфейс достаточно умный для того, чтобы, прочитав вот такую формулировку параметра, вместо обычного текстбокса нарисовать мне дропдаун. Что, в принципе, тоже удобно. Ну и, допустим, я хочу также указать, сколько у меня будет серверов в моей ферме. Я говорю, что это у меня int-овое значение. Передаю массив от 1 до 10. И, собственно, вот говорю, что дефолтное значение единиц. То есть вот таким образом довольно просто я описываю параметры. Дальше. Мне нужны какие-то переменные. И вот здесь тоже как бы пошла интересная тема. Говорю, веб-фарм-нейм. Вот такая у меня есть переменная. И здесь уже я могу использовать какие-то функции, которые позволяют мне работать с моими значениями. Например, я говорю, конкатенация, моя любимая, конкатенация. Используя префикс веб-фарм-тире, дальше я говорю, сюда подставь значение параметра environment name, потом опять тире, и потом каждая ресурсная группа имеет свой уникальный ID. Я говорю, возьми мою ресурсную группу текущую, возьми ее ID. Проблема в том, что этот ID, он на самом деле как бы там тоже, ну, примерно вот такой длины. То есть как у хорошего рыбака, ID всегда минимум вот такой длины. Но ID такой длины я не смогу использовать для веб-фарм-нейм, поэтому я использую функцию, которая называется unique string, для того, чтобы сделать такую, скажем так, как короткий хэш вот с этого супердлинного ID-шника. Что важно в этой функции unique string, на чем я хотел бы обратить особое внимание, это то, что для одинаковых ID unique string всегда будет тоже одинаковым. Что в принципе логично. Ну и похожие вещи у меня есть для других параметров. Есть очень много разных функций, которые я могу использовать. Например, там приведение к нижнему регистру, там к верхнему регистру, замена строк, ну и бла-бла-бла, все вот эти вот стандартные вещи, они все уже в темплейтах есть. Дальше. Как происходит описание ресурсов? И вот здесь на самом деле самое, скажем так, сложное и самое печальное. Почему? Вы, наверное, слышали, что жизнь — это боль. И когда вы начинаете работать с IRM-темплейтами, вы в этом убеждаетесь как бы и снова, и снова, и снова, и снова. Почему? Потому что описание каждого ресурса, оно по сути своей уникально. Есть ряд обязательных, ну не то, что обязательных, есть ряд стандартных свойств у каждого ресурса. Например, это имя этого ресурса. Например, это тип этого ресурса, вот как в моем случае, microsoft.web.serverfarm. Это дата-центр, в котором ресурс создается, версия API, список зависимостей на другие ресурсы и список тегов. То есть это то, что одинаковое для всех ресурсов. Это как набор, ну не то, чтобы обязательных, но опять же стандартных свойств. А дальше пошли свойства дополнительные. И вот эти дополнительные свойства, они зависят от типа ресурса. Если вы спросите меня, где почитать документацию, мне, к сожалению, вам нечего будет ответить. Поэтому жизнь болит. Потому что сейчас, к сожалению, все, что можно попытаться получить в плане документации, это первое. GitHub. Есть огромный репозиторий темплейтов на GitHub. Он реально огромный. Там этих темплейтов, их уже, по-моему, перевалило за три сотни. Количество разных для разных сценариев. То есть там и с вебапсами, и с виртуалками, и с базами, и без баз. Ну, короче, как угодно. Очень много разных комбинаций есть. Как можно посмотреть, как описываются ресурсы. Раз. Второй вариант, как можно посмотреть, собственно, как вам описать нужный ресурс, можно воспользоваться суперсекретным порталом Microsoft. Знаете, раньше я любил задавать такие вопросы, сколько порталов Microsoft есть для управления всем Azure. Но в какой-то момент я как бы там досчитал до десяти, и потом устал и перестал считать дальше. Есть еще суперсекретный портал Microsoft, который называется Resources. Вы заходите на resources.azure.com и попадаете на портал, которым, опять же, нужно авторизоваться под своим Live ID. Но там вы можете выбрать вашу подписку и посмотреть абсолютно все сервисы, которые у вас там есть, посмотреть их живое продакшн-описание, которое есть. И вы можете это описание посмотреть и потом там, грубо говоря, скопировать, поместить себе в темплейт, чтобы создать такое же снова. Или же есть третий вариант, фича, которая сейчас просто в превью. Но если у вас есть какая-то ресурсная группа, вы можете из ресурсной группы экспортировать наружу вот этот шаблон. Проблема в том, что она пока в превью, и она пока может экспортировать не все. Это раз. А второе – это то, что поскольку она это экспортирует путем реверс-инжиниринга, то вам потом еще нужно закатать рукава, взять напильник побольше, лопату побольше, и все это разгребать. Это, к сожалению, нормально. Но обещают, что документация уже вот-вот, вот буквально чуть-чуть подождем, и сейчас все появится. Не знаю, может, свагер подключим или еще что-то. Дальше. На самом деле, помимо самого файла темплейта, о котором мы уже поговорили, есть еще файл с параметрами. Почему файл с параметрами нам важен? Если мы запускаем темплейт из какого-то UI, то все хорошо. Мы можем на UI ввести нужное нам конфигурационное значение, все будет отлично. Если мы запускаем это, например, как часть нашего билд-процесса на том же TeamCity или Visual Studio Team Services или еще где-то, то там нам, скорее всего, придется использовать файл параметров, которые позволяют, собственно, проинициализировать вот эти переменные, точнее, вот эти параметры, которые у нас идут вот здесь. То есть то, что мы не можем ввести в UI, мы как бы отписываем отдельным файлом и подкладываем вместе с темплейтом, передаем Azure на исполнение. Собственно, да, вот то, о чем я говорил, что выполнение будет всегда проходить по возможности максимально параллельно. То есть вот у меня здесь классический пример, что я делаю. Я создаю, как я уже говорил, SQL Server, Application Plan и Storage параллельно. Дальше. Вот на Application Plan у меня зависимость. Когда я его сделал, я создаю WebApp. Потом, когда я сделал SQL Server, я создаю SQL базу данных. Потом, как только у меня есть и WebApp, и SQL база данных, я формирую Connection String, это SQL база данных, и пушу его в WebApp через просто управление конфигурациями. Кроме того, как только есть WebApp, я для него создаю какие-то alert-рулы. Например, если загрузка CPU больше, чем 50%, шли мне e-mail. И потом, когда у меня есть уже Connection String, то есть есть база данных и WebApp, и у меня есть при этом Storage, я могу также создать бэкап-политику, сказать, возьми WebApp, через Connection String возьми базу данных, вот тебе расписание для бэкапа, положи это в Storage. У нас здесь получается, смотрите, четыре шага. По сути, вот именно параллельных у нас получается четыре шага. Последовательных этих шагов у нас было бы намного больше. То есть, соответственно, выполнится эта штука намного быстрее. Дальше. Об этом я уже, в принципе, чуть-чуть поговорил, и ссылки я, наверное, все равно же презентация будет расшарена, поэтому к этим ссылкам сильно подробно не будем углубляться. Просто хочу сказать, что помимо Microsoft-овского вот репозитория с Quickstart-темплейтами, я начал на GitHub, скажем так, от Azure Community украинского наш репозиторий тоже с темплейтами, которые вот у меня из реальных проектов, которые заказчики мне разрешают шарить, я их стараюсь выкладывать сюда. Там, конечно же, пока что не очень много, но тем не менее заходите, скажем так, добавляйте этот репозиторий в ваше избранное, там будет появляться со временем все больше и больше разных интересных темплейтов. Что еще важно, когда мы говорим про ресурсные группы? Еще одна важная деталь, что ресурсная группа дает мне возможность более гранулированно контролировать, скажем так, доступ к моим ресурсам, потому что раньше, вот еще кто помнит Azure там с самых давних-давних времен, еще первый портал на Silverlight, то там, собственно, когда мы давали доступ к нашим Azure ресурсам, у нас была ровно одна роль, которая называлась admin, и мы ее давали сразу на всю подписку. Сейчас это уже не так, сейчас и ролей стало больше, и мы можем давать доступ либо же на подписку, либо же на ресурсную группу, либо же на отдельный ресурс в целом. То есть что это означает? Это означает, что я могу дать, например, своим девелоперам сделать ресурсную группу, которая будет называться dev, и дать им туда полный доступ, и сделать ресурсную группу, которую я назову, например, production, но девелоперам я туда дам доступ только вот readers, только на чтение. Они смогут видеть production сервера, они смогут видеть с production серверов какие-то метрики, которые Azure, допустим, собирает, но они не смогут нажать там кнопочку вкл-выкл, там удалить и так дальше. Дальше. Относительно того, как можно писать ARM-темплейты, какие инструменты можно использовать. Во-первых, видно на самом деле ужасно, но по-хорошему это Visual Studio Code, и можно использовать любой джейсоновский editor, ну то есть даже блокнот. Вот, notepad++, Visual Studio Code, там все, что вы хотите, все, что работает с текстовыми файлами. Но также можно использовать, например, Visual Studio. Причем можно использовать даже community edition, который бесплатный. Главное только поставить туда Azure SDK. Когда вы поставили Azure SDK, у вас появляется вот такой красивый визардик. У вас появляется, во-первых, отдельный тип проекта, который вы создаете, который называется Azure Resource Group Deployment. Во-вторых, у вас появляется вот такой красивый визардик, который позволяет вам чуть меньше думать про джейсон и какие-то стандартные, самые часто используемые типы ресурсов создавать вот из удобного визарда. Когда мы говорим про то, как мы можем деплоить это все, то мы можем деплоить опять же из Visual Studio. И если вы так делаете, то то, что называется богом судья. Просто почему? Потому что я категорически против деплоя через правую кнопку мыши. Но об этом мы можем поговорить отдельно. Тем не менее, на вашем проекте вы нажимаете правой кнопкой мыши, выбираете деплой в уже какую-то ресурсную группу, в которую вы деплоились раньше или же в какую-то новую, можете задеплоить этот шаблон из этого проекта. Можно использовать Azure PowerShell, например. В таком случае вам нужно передать что? И это как бы важно. Template file, понятно. Файл с параметрами, со значениями входных параметров, понятно. Имя ресурсной группы, в которую вы будете деплоиться, и name, имя вашего деплоймента. Этот параметр как бы не совсем понятный. Но на самом деле каждая ресурсная группа содержит у себя историю деплоев, которые на нее накатывали. Причем эта история деплоев, она настолько подробная, что мы можем не просто посмотреть, кто и в какое время деплой запустил, а мы можем посмотреть даже, какой был файл шаблона для этого деплоя. И если там были какие-то входные параметры, то какое значение было у этих параметров. И дальше по каждому ресурсу, который был в рамках этого темплейта, мы увидим, собственно, что с ним сталось. Допустим, был запущен деплой, но упал, или же был запущен и выполнен хорошо, или же вообще не был запущен. Ну, скажем так, и так дальше, и так дальше. И для того, чтобы вот эта история работала, вам нужно передать имя для вашего деплоя. Потому что эти деплои, они сортируются по времени, но у них должно быть уникальное отображаемое имя. То есть это имя, оно уникально в рамках одной ресурсной группы. В принципе, как бы как хороший вариант использовать, например, там, ну, гуиды я бы не рекомендовал использовать, хоть, конечно, они и уникальны, но для текущей ситуации не всегда это хорошо, но многие используют, например, там, не знаю, текущую дату и время. Ну, как один из вариантов. Главное, чтобы в рамках вот этой ресурсной группы вот это имя было уникальное. Точно того же можно добиться, если мы работаем с вами с командной строки. Потому что есть кроссплатформенные утилиты командной строки, которые работают не только под виндой, как PowerShell, а вообще под всем чем угодно. И структура точно такая же. Azure Group Deployment Create, путь к темплейту, путь к файлу параметров, имя ресурсной группы, имя деплоймента. И можно деплоить через портал. Вот что здесь тоже интересно. Я могу взять мой темплейт и загрузить его на портал в галерею моих любимых темплейтов. Ну, или как бы, может, не столько любимых, но все равно в галерею моих темплейтов. После чего я, когда буду делать новый деплой, вот раньше я мог там выбирать деплоить веб-эпу, виртуалку и так дальше. А так я могу сказать, я хочу сделать новый деплой, но я хочу сделать из моего темплейта. И он мне покажет список моих темплейтов. Тут, к сожалению, скриншот чуть-чуть поехал, но тем не менее. Я выбрал какой-то темплейт. Вот как раз где баннер датарта, я выбрал темплейт. Он мне показал базовую информацию по темплейту, то есть кто его владелец, когда его запаблишили. Я говорю, окей, хорошо, нажимаю на кнопочку деплой, и он мне говорит, что видите, темплейт залочен, то есть темплейт уже предефайн, поэтому я должен указать параметры. И вот то, что я говорил, environment name, он мне, допустим, указывает, что это просто текстбокс, а веб-фарм SKU, вот он, видите, нарисовал красивый такой дроп-даун. Я здесь заполняю вот эти параметры, указываю в какую subscription, в какую ресурсную группу, в какой дата-центр, и принимаю вот здесь обязательно условия лицензионного соглашения. Условия лицензионного соглашения там заключаются ровно в одном. Microsoft пишет, что поскольку этот темплейт пришел от непонятного автора, то есть это untrusted publisher, даже если я являюсь владельцем подписки, то мой собственный темплейт это все равно untrusted publisher, то мне нужно здесь принять условия лицензионного соглашения и сказать, что я беру на себя всю ответственность за то, что там могут быть какие-то скрытые платежи или не то, что я хотел, ну и бла-бла-бла-бла-бла. Если вы будете деплоить через командную строку, такой фигни не будет. Эта штука есть только если вы деплоите через UI. Ну вот, собственно, и все. И, наверное, перед тем, как перейти к финальному слайду, вот к этому, на котором, опять же, если вы не успели во время прошлого доклада сделать селфи на фоне этого слайда, можно сделать это сейчас. Здесь есть все мои контакты. Хочу добавить еще одну вещь, о которой почему-то вначале я забыл. Что темплейты, в отличие от скриптов, обладают еще одной важной особенностью. Когда мы автоматизируем что-то через скрипты, то мы, по сути, указываем, какие шаги мы хотим пройти. Когда мы пишем темплейт, мы указываем, где мы хотим оказаться. То есть нам пофиг, как мы там окажемся. И на самом деле мне реально пофиг. То есть я просто хочу, чтобы у меня был, допустим, кластер в такой-то конфигурации. Как он будет создан, меня это не волнует. Он мне нужен прямо здесь, прямо сейчас. И темплейты обычно читать и понимать намного проще, чем скрипты. Особенно, скажем так, один из моих любимых примеров. Есть кто-то, кто работал с Azure PowerShell? Есть? Кто пытался через Azure PowerShell создавать в Azure Virtual Network? Было дело, да? Как бы, то есть качнем мы XML, значит, потом на PowerShell, значит, вызовем там и XML документ или xdocument.net, там, значит, подхачим немножко XML файл, вот, потом загрузим его обратно. Ну, создать Virtual Network в итоге получается скрипт такой на 50 строчек кода, вот, хотя делает, казалось бы, одну простую вещь, создает Virtual Network, да? То есть вот как раз хороший пример, почему стоит использовать ARM-темплейты. Я не знаю, если у нас осталось еще какое-то время, я так понимаю, время у нас осталось до тех пор, пока ребята с того зала не начнут выходить, поэтому можете задавать сейчас ваши вопросы. Буду отвечать. Кто начнет? Почему вы рекомендуете не через Visual Studio деплоить? То есть какие-то есть скрытые подводные камни? Нету скрытых подводных камней именно в самой Visual Studio, то есть деплои через Visual Studio работает шикарно и под ногами он имеет PowerShell. Проблема просто в том, что если я проснулся в 3 часа ночи и мне захотелось задеплоиться, то в 3 часа ночи я не хочу заниматься тем, что искать машину, на которой будет вот такой список тулов, потому что иначе я задеплоиться не смогу. Я рекомендую деплоиться, опять же, вот деплоить инфраструктуру как часть процесса вот именно релиза приложения. То есть многие знают там, что есть разные продукты, в том числе и Microsoft-овские, там как Visual Studio Team Services, или там от JetBrains есть TeamCity, или есть Jenkins, который позволяет мне автоматизировать билд. Точно так же докидывая просто дополнительные активности на моем билд-сервере, я могу и создать всю мою инфраструктуру. Просто из Visual Studio это легко в плане того, что это простой привычный UI, и это и вправду чертовски просто, но это, скажем так, не поддается автоматизации, масштабированию и так дальше. Все равно рано или поздно вы от этого откажетесь. Все равно рано или поздно вы приведете к тому, что нужно что-то автоматизировать. Поэтому я и предлагаю, скажем так, двигаться к этому, в эту сторону прямо сейчас, прямо со старта. Еще вопросы? Может быть, я прослушал, но у меня вопрос, есть ли какие-то визуальные редакторы вот этих ARM? Да, значит, визуальный редактор, да, Дима, ты прослушал. Или, может быть, какой-то прослушал, да, все-таки? Да, Дима, ты прослушал, но вдруг кто-то еще тоже прослушал, просто не такой смелый, как ты, чтобы в этом признаться. Есть визуальный редактор в рамках Visual Studio, причем он даже есть в комьюнити Visual Studio. Единственное, для того, чтобы он работал, нужно поставить Azure SDK. Когда ты поставишь Azure SDK, у тебя появится новый тип проекта в Visual Studio, который будет называться ресурс групп деплоймент. И там есть визуальный редактор. Единственное, что через интерфейс он позволяет тебе, там, грубо говоря, работать только примерно, наверное, с, там, максимум процентов 20, а скорее даже, там, 15 всего того многообразия, что есть в Azure. Но там, скажем так, основные вещи, такие как виртуалки, сториджи, базы данных, вебапы, редис и так дальше. Вот эти вещи основные есть. А если тебе нужно там что-то эдакое, то, скорее всего, придется ручками через GitHub или еще как-то. Еще вопросы? Вообще нет вопросов. Все остальное понятно? Наверное, если появляется потом питание, я думаю, их можно будет задать уже. Это, знаете, это можно сделать вот так и спросить, а имя докладчика назовите, да? Ну, ладно. У каждого есть программка, поэтому, да, имя докладчика как бы, да, вопрос. Заранее известно. Да, заранее известно. Ну что ж, тогда, в принципе, если вопросов больше нету, да, меня и вправду можно будет где-то здесь найти. Я, возможно, буду тусить возле попкорна или возле кофемашины. Я еще не решил, но где-то здесь меня можно будет найти. А так, в принципе, спасибо, что пришли на доклад. Да, спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok